Ну здравствуй, тезка. Здравия желаю, товарищ залполковник. Совсем углушил. Зачем кричишь? Командный голос вырабатывает, товарищ залполковник. Кто же такие кадеты? Скорее всего, они сами ответят на этот вопрос. Очень целеустремленные молодые люди, знающие, чего хотят в своей жизни. Мне нравится. Я сама на это пошла. Я хочу в дальнейшем продолжить военную карьеру в Голицынском пограничном институте. Я хочу работать военным психологом. Уже три года в 33-й школе действуют кадетские классы. На выходе ученики получают документ о среднем образовании. Однако выбор дальнейшей профессии для многих из них с самого начала принятия торжественной клятвы очевиден. Когда подходит время поступать в какие-то военные, даже просто в учебные заведения, то наши кадеты в большинстве своем делают выбор за силовыми структурами. Они поступают не только в институты пограничной направленности ФСБ России, но и в институты МВД, Министерства обороны, МЧС. В этом году у нас даже первая девушка поступила в Академию ФСБ России. Сегодня для кадетов во Дворце молодежи организовали свои презентации военные, летчики, десантники. Среди них были представители 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава, который располагается в Рязани в гарнизоне Дягилева. Сами летчики-профессионалы рассказали детям о воздушно-космических войсках. Я летчик, я летаю на Ту-95МС. Медведь. Каждый ребенок – это потенциальный защитник своей родины. Ну, пытались привить, чтобы дети понимали, что военнослужащие – это не только что-то такое красивое, но это в том числе и большая ответственность, к которой, в принципе, должен каждый стремиться. Встать на путь службы в воздушно-космических войсках могут юноши и девушки. Для этого нужно пройти через армию или найти другие варианты – военное училище или, к примеру, радиотехнический университет. Можно у нас служить, тем самым помогать, защищать родину, то есть в разных сферах. То есть девочки могут быть как от связисток и точно так же летать в зависимости от того, потому что у нас есть и космонавты, и женщины, и летчики женщины. Поэтому все объясняем, что у каждого человека, то есть все в его руках. На выставке были и представители знаменитого на весь мир Рязанского училища ВДВ. Одним из направлений, которое они презентовали для молодых кадетов, стал факультет специального назначения. Будущие спецназовцы проходят обучение на специально оборудованной для этого базе. Вот одно из помещений на макете в разрезе. В этом здании курсанты отрабатывают водолазную подготовку, имитируя проникновение на вражескую подводную лодку. Учатся сварке деталей под водой, нахождению на большой глубине в течение нескольких суток в капсуле, где применяется специальное оборудование для имитации давления воды. Словно на выставке вакансий, дети могли ознакомиться с тем местом, куда они могут отправиться дальше для обучения и работы. Кадеты 33-й школы неоднократно проявляли себя, и многие из них добиваются больших успехов, начиная от военно-спортивных состязаний и до выбора дальнейшего места обучения. Судя по всему, патриотическое воспитание действительно проникло в глубины сознания молодых россиян, которые идут по пути службы в силовых структурах для установления порядка и во славу Великой России.